Слава Украине! Приветствуем от Полонского и Кота, который кошка. Да, Мася? Скажи всем привет. Так вот, друзья мои, в России намечается очередной жабагадюкинг. Почему он намечается? Он уже происходит, этот жабагадюкинг, полным ходом и, как ни крути, очень скоро он перерастет в то, что называется емким понятием гражданская война или гражданский военный конфликт. Вот что я имею ввиду. Смотрите, значит, кадыровцы наехали на Пригожина. Значит, им не понравилось то, что Пригожин по достоинству не оценил их тикток-таланты. То, как они, значит, в тиктоке брали, брали, да, даже кот знает, что они в тиктоке брали, значит, Мариуполь. Мы же все прекрасно помним, да, как российская армия, когда штурмовала Мариуполь, значит, сносила его с лица земли, убивала женщин и детей, то кадыровцы шли сзади и там, значит, снимали тиктоки и воевали с этими, с дверями, помню, с воротами воевали очень сильно, да, ворота испугались. А также они еще воевали с, да, хорошая мысль, еще воевали с дорожными знаками, это тоже, помню, и победили их очень славно. Да, значит, они ему припомнили Пригожину, сейчас вот расскажу, в чем там было дело, значит, они ему припомнили то, как он жаловался на нехватку снарядов, мне абсолютно наплевать, были у Пригожина снаряды или не было, я просто констатирую факт того, что, значит, кадыровские бандиты наехали на бандита Пригожина, вот, собственно говоря, и все, что в сухом остатке остается из этого всего, и, значит, начали его вызывать на какие-то стрелки, ну, чисто бандитские такие варианты, то есть, абсолютно неудивительно, я думаю, что за Пригожиной мне заржавеет ответить на этот весь вопрос, с тем, чтобы, как говорится, установить паритет, и они, опять-таки, я так понимаю, что их отряды будут заменять отряды этих кувалдистов в Бахмуте, то есть, ну, там у них свои терки и свои, как говорится, взаимосношения, нам на это, собственно, наплевать, но не наплевать с другой точки зрения. Помните, я вам несколько раз рассказывал, что на России есть куча частных армий, в частности, есть банда Кадырова, в частности, есть банда, вот, Пригожина и т.д. и т.п. Поскольку это все частные армии, то они защищают интересы, правильно, того, кто им платит. В данной ситуации платит Кадыров, в данной ситуации платит, вот, Пригожин, и если их интересы в чем-то там не совпадают, соответственно, у них наступает момент, когда вот они хотят между собой уже выяснить отношения, вот, Кадыровцы там по полной программе уже Пригожину накидали целую кучу предъяв. А теперь это все может постепенно перерасти уже, скажем так, из словесного какого-то, из словесной дуэли в натуральную, и тогда мы будем наблюдать уже за началом самой настоящей гражданской войны до так называемой России, да? Да, даже коту понятно, что это так все и будет. Вот, и учитывая, что это же не одна Кадыровская банда, и не одна Пригожинская банда, их там, господи, прости, их там было месяц назад еще 42 штуки, сейчас уже, наверное, больше. И вот представьте себе, эти не устраивают чем-то, этих, эти, третьих, третьи, десятых, десятые, пятнадцатых, а все они вместе не доведят сорок первых. И вот понеслось. Так что вот этот же богадюкинг, он очень знаменателен, он очень знаменателен тем, что расисты постепенно начинают разборки, у расистов постепенно начинаются разборки между хозяевами банды. А вот это, ребятки, конец истории этого, так сказать, государства. И да, все будет Украина, Украина придет порядок на воде. Спасибо. 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 Спасибо.